Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 января. Праведное Иулиания Лазаревская, Муромская, является собой удивительный пример самоотверженной русской христианки. Она была дочерью дворянина Иустина Недюрова. С молодых лет она жила благочестиво, строго постилась и много времени уделяла молитве. Рано осиротев, она была отдана на попечение родственниц, которые не понимали ее и смеялись. Иулиания сносила все терпеливо и безропотно. Ее любовь к людям выражалась в том, что она часто ухаживала за больными и шила одежду для бедных. В благочестивой и добродетельной жизни девицы привлекла внимание владелца села Лазаревского, недалеко от Мурома, Юрия Оссорьина, который вскоре женился на ней. Родители мужа полюбили кроткую невестку и передали в ее руки управление домом. Домашние заботы не прерывали духовных подвигов Иулиании. Она всегда находила время для молитвы и постоянно готова была накормить сирот и одеть бедных. Во время сильного голода сама оставалась без пищи, отдавала последний кусок просящему. Когда вслед за голодом началась эпидемия, Иулиания целиком посвятила себя уходу за больными. У праведной Иулиании было шесть сыновей и дочь. После гибели двух сыновей она решила удалиться в монастырь, но муж уговорил ее остаться в миру, чтобы продолжать воспитывать детей. По свидетельству сына Иулиании, Калистрата Оссорьина, написавшего ее житие, она в это время стала еще более требовательной к себе, усилила пост, молитву, спала ночью не более двух часов, положив под голову полено. По смерти мужа Иулиания раздала бедным свою часть наследства. Живя в крайней нищете, она тем не менее всегда была жизнерадостна, приветлива и за все благодарила Господа. Святая удостоилась посещения святителя Николая Чудотворца и наставления Божьей Матери в храмовой молитве. Когда праведная Иулиания отошла ко Господу, то была похоронена рядом с мужем в церкви святого Лазаря. Тут же погребена ее дочь Схимонахиня Феодосия. В 1614 году были обретены мощи праведные, источавшие благовонное миро, от которого многие получали исцеление. Слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин